Всем привет! Вот и завершился конкурс Евровидения 2019. И даже то, что Сергей Лазарев зазывал победу голым торсом, не помогло ему победить. Триумфатором, как и прогнозировали, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Сергей Лазарев, как и несколько лет назад, занял достойное третье место. Но обо всем по порядку. Победителем конкурса по итогам голосования профессионального жюри и зрителей стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, набравший 492 балла. Второе место занял Махмуд из Италии, который получил 465 баллов. Сергей Лазарев стал третьим. Да, это очень сложный был опять конкурс. И многие опять решили нам ноль, но мы повторили результат 2016 года. Россия третья! Это призовое место! Надо сказать, что до зрительского голосования места распределялись несколько иначе. Первую тройку составляли Швеция, Северная Македония и Нидерланды. А Лазарев был лишь девятым. Жюри нас, как всегда, немножко... А-а-а! Ну ничего, бывает! Все бывает! Даешь третий раз! Как и в прошлый раз, все решили зрители, дав представителям Швеции и Северной Македонии весьма скромное количество баллов. А вот песня Лазарева зрителям понравилась. Они дали ему 244 балла, позволив замкнуть тройку лидеров. Пусть не победа, ну, понятно, что, ну, вряд ли бы нам, конечно, дали бы победить, но все равно я хочу поблагодарить, как всегда, моих замечательных зрителей по всему миру, где вы за меня голосовали. Спасибо вам, любимые! Без вас бы этого не было. Я вам очень благодарю. Спасибо вам, ну, каждому! По мнению Сергея, предвзятость к России могло помешать победить стране в конкурсе. Я вижу какую-то некую предвзятость. Может быть, к политике России, может быть, вообще к стране. Впрочем, Лазарев не исключил, что мог сам вызвать недовольство судей, потому что был чересчур обласкан вниманием зрителей. Спасибо огромное! Россия! Поздравляю! С третьим местом на Евровидении! Лучше! Лучше! Также он признался, что доволен своим выступлением в финале музыкального конкурса. Ребята, блин, вообще, на самом деле, очень тяжело. Все это, но мы же сделали все, что могли, правда, ну, правда. Что я просто так под душем мылся там? Ну, не под душем, это сейчас такие шутки, что я под душем. На самом деле, это не душа, это слезы, 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 которые льются. Кроме конкурсантов, на сцену с музыкальными номерами поднялись и приглашенные звездные гости. Нета Барзилай, Дана Интернешнл, Кончита Вурст, Монс Зельмерлев, Верка Сердючка, Элени Фуррейра, Галя Атари и Мадонна. Мадонна выступает. Ха-ха-ха, прям поржали сейчас не все. До последнего момента в подвешенном состоянии находилось выступление Мадонны. Окончательно все решилось только 16 мая. Тогда певица сказала, что примет участие в концерте, несмотря на призывы коллег бойкотировать конкурс в Израиле в связи с политикой в отношении палестинцев. Выступление Мадонны вызвало шквал эмоций в социальных сетях, причем крайне критических. А все из-за неудачного исполнения ее хита 30-летней давности, когда она умудрилась несколько раз сфальшивить. Помимо этого, организаторы беспокоились за декорации Мадонны с религиозными элементами, боялись реакции католической церкви. Во время исполнения композиции «Фьючи» двое танцоров повернулись спинами к зрителям, и мы увидели у них на спинах флаги Израиля и Палестины. Они обнялись и вместе ушли со сцены. Организаторы приезда Мадонны и члены Европейской вещательной корпорации признались, что не знали о ее замысле с флагами. Многие зрители раскритиковали в пух и прах выступления иконы поп-сцены, считая, что за сумму в 1,3 миллиона долларов, которую оплатил миллиардер Сильван Адамс, можно было бы спеть получше и так сильно не фальшивить. А вам понравилось выступление одноглазой Мадонны? Нынешний конкурс не обошелся без скандалов. Буквально накануне финала от голосования отстранили белорусское жюри из-за того, что они раскрыли, какие оценки выставили в финале, что противоречит правилам Европейского вещательного союза. Нам только что сообщили, что Беларусь, жюри, странили от голосования. Вот что мы об этом узнали? Но даже эти 12 баллов, которые, возможно, поставила бы белорусское жюри, не привели бы Россию к победе. Не обошлось и без казусов. Кажется, впервые одна из стран-участниц не получила от зрителей ни одного балла. Германия довольствовалась 32 баллами от профессионального жюри, заняв 24 место из 26. Кстати, все заметили, что номер представительницы Северной Македонии Тамары Тадевски похож на выступление Лазарева. У обоих концепция номера основывается на зеркальных экранах, которые размещаются на сцене. В одном из интервью Сергей рассказал, что также заметил некое сходство номеров, но, по его мнению, главное, чтобы песня вызывала эмоции у зрителей. У нас вся концепция номера построена на зеркалах и на отражениях, а там это устанавливает на какой-то определенный момент. Мы копнули глубже и выяснили, что идея номеров Тамары и Сергея позаимствована у группы Квин. Оно и понятно – там, где находится король ремейков, почти всегда можно найти плагиат. Прошлый номер Лазарева помните? Также многие пользователи подметили, что стиль одежды Лазарева скопирован с Димы Билана, который победил на Евровидении в 2008 году. Ну и как обещали в прошлом ролике, сегодня выберем комментарий, в котором угадали победителя Евровидения 2019. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, у нас есть победитель – зритель под ником Всякая Всячина. К сожалению, у вас нет никаких контактов на странице YouTube, поэтому напишите нам в ВКонтакте или на почту, чтобы получить свой выигрыш. Что ж, как бы ни ругали диванные эксперты этот конкурс, Евровидение 2019 уже приятное воспоминание. В следующем году отправляемся в Амстердам. Пиши в комментариях, почему так сильно отличаются мнения зрителей от мнения жюри. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!